Ребят, всем привет! Добро пожаловать ко мне на канал и сегодня я приготовлю очень интересный кекс. Это не совсем стандартный рецепт кекса, к которому мы привыкли, но поверьте мне, он очень и очень вкусный. Кекс с брынзой и маслинами. Готовится совершенно просто, поэтому оставайтесь со мной. Все покажу, расскажу, будем готовить. В миску отправляю яйца, добавляю к ним молоко, растительное масло и с помощью венчика все хорошо размешаю. Отправляю полностью всю муку и с помощью венчика все хорошо перемешаю. Добавляю разрыхлитель и продолжаю все хорошо размешивать. В этом рецепте я полностью обойдусь без миксера и с помощью венчика можно отлично вымесить тесто. По консистенции тесто получается среднее, оно чуть гуще, чем на оладьи. Здесь, а главное, очень хорошо размешать муку. Ну и после того, как мука полностью хорошо разошлась, не осталось от нее никаких комочков, можно добавлять следующие ингредиенты. Добавляю сухую паприку, у меня она довольно крупная, но есть паприка встречается и более мелкая. Здесь разницы нет никакой. Добавляю брынзу. Брынзу я предварительно натерла на крупной терке и добавила мелко нарезанную петрушку. Петрушку можно и не добавлять, у меня просто были остатки петрушки, чтобы она у меня не пропала, я решила ее отправить в тесто. Следом за брынзой добавляю маслины. Маслины у меня были цельные, я их нарезала на кружочки, можно нарезать на любые кусочки, кубики. И все, теперь это хорошо размешиваю. Размешиваю с помощью ложки, здесь уже венчик мне не понадобится. Тесто необходимо вымесить хорошо, чтобы все продукты, все ингредиенты хорошо перемешались между собой. Ну и посмотрите, вот такое по консистенции должно получиться тесто. Оно довольно хорошо стекает с ложки. Также мне понадобится 2 вареных яйца и форма для выпечки кексов. У меня это такая прямоугольная, если ее можно так назвать. Я ее смажу растительным маслом и отправлю туда все свое тесто. Форму здесь можно использовать абсолютно любую. Очень хорошо подойдет и круглый вариант формы. Диаметр круглой формы тогда используйте 22-24 см. Либо сделать маленькие порционные формочки, видимо финн. Тоже будет интересный вариант. С помощью лопатки я разровняю тесто и буду погружать в него яйца. Яиц здесь понадобится 3, но для меня это много. Я отварила себе 2 яйца, порезала их пополам и в итоге у меня получилось 4 таких половинки. Мне этого будет достаточно. Погружу их таким образом в тесто вдоль всей формы. Ну и посмотрите, какой он уже получился симпатичный. Если вы будете использовать круглую форму, делайте все аналогичным образом. А я отправляю свой кекс в хорошо разогретую духовку при 180 градусах на 45-50 минут. Выпекаться до красивого румяного золотистого цвета. У меня мой кекс выпекался ровно 45 минут. Ну и посмотрите, какой он получился румяный, красивый, с корочкой и очень-очень аппетитный. Выну сейчас его из формы. С формы он выходит очень хорошо. Разрежу на порционные кусочки и покажу вам, какой он внутри. Он имеет красивую румяную корочку, но при этом очень мягкий внутри. Хочу добавить момент по поводу соли. У меня брынза и маслины соленые, поэтому я дополнительно солить тесто не стала. Я пробовала его на вкус до этого. Если же вы используете брынзу пресную, такая имеет место быть, тогда пробуйте тесто на соль и добавляйте соль по своему вкусу. Я довольно давно пользуюсь этим рецептом. Всегда с удовольствием к нему возвращаюсь. Этот кекс очень удобен, когда надо что-то взять с собой в дорогу, либо на перекус. Ну и, конечно же, отлично подходит для завтраков. Он очень сытный и очень интересный на вкус. Ну а я говорю спасибо всем, кто был со мной. Ставьте лайк, если вам понравился рецепт. Подписывайтесь на канал. Обязательно пробуйте, готовьте. Пишите мне комментарии, мне будет очень приятно. Всем приятного аппетита. Всего хорошего и до новых встреч!